Всем привет, большие и маленькие любители танков. Сегодня с вами Тури и АМХ 50Б. Это тяжелый французский танк, 10 уровня, топовый. Как я обещал, мы с вами до него докачались. И сейчас будем рассматривать его в нашем обзоре. Как видите, он у меня по экипажу не совсем топовый. Но это не помешает нам посмотреть видео, как на нем можно ездить, нагибать, стрелять и так далее. И тому подобное. Давайте сразу перейдем к обзору танку. Прочность у нас 2100 единиц. Это неплохо, хотя это один из самых... Ну нет, не один из самых, наверное, чуть ниже середины по прочности тяжелых танков на 10 уровне. Ну или, да ладно, не совру, где-то, наверное, в самом низу. Масса. Вот здесь, смотрите, масса у нас 68 тонн. И это, я вам скажу, совсем немало. Хоть вы и думаете, что это французский там какой-то типа аппарат, типа он легкий, типа он быстрый. Посмотрите. У ИСа 4-го 66 тонн. У ИСа 7-го 70 тонн. То есть масса нашего танка, она сравнима с ИСами. То есть с настоящими тяжелыми танками. И этим, дамы и господа, не забывайте пользоваться в самых крайних случаях, конечно же. Но таранить, таранить и еще раз таранить. Что нам поможет таранить? Конечно же двигатель. В 1200 лошадей. Очень хороший двигатель, который дает нам возможность быстренько разворачиваться, быстренько разгоняться. И даже в гору этот танк прет очень и очень душевно. И получше, чем АМХ 50-120, который был у меня до сих пор, по которому у нас есть несколько гайдов. Здесь все налицо улучшение. Значит, что дальше у нас с вами идет? Скорость 36 градусов, скорость поворот. Неплохо. Динамичный, динамичный танк. Для тяжа он очень и очень неплохо себя показывает. А вот дальше идет наш стандартный минус французских тяжей. Это бронирование. 170 в лбу. О боже мой, вроде как бы неплохо, но... Хе-хе. Картоннейшая башня в 100 миллиметров. Привет. И, дамы и господа, внимание, по 30 миллиметров по бортам и в корме. А что это значит? Увы, это значит способность получить ваншот от больших артиллерий. Типа там ГВЕ и Т-92. Здесь можно принять ваншот прямо-таки с пробоем в борт или в корму. К сожалению, в отличие от ТМХ 50-120, у которого, не соврать, 50 миллиметров бортовая броня, здесь всего-всего 30 миллиметров. Далее, что мы можем сказать по нашему орудию? Орудие стало динамичнее, чем на 50-120. У меня сейчас перезарядка 28 секунд. Я думаю, что она будет еще быстрее, когда танк станет топовым. 400 урона, 257 пробитий. И, дамы и господа, 2,5 секунды перезарядки внутри барабана, обещанных нам варгеймингами. Да, это случилось. Я это видел. Перезаряжаться он стал, наверное, чуть-чуть быстрее. Еще выгодное отличие от АМХ 50-120, это здесь у нас, наверное, не знаю, написано или не написано. Нет, не написано. То, что у нас появилась возможность аж на 8 градусов опускать орудие вниз и на 12 вверх. Опять же, это абсолютно идентично танку Т57 Хэви, который, в общем-то, считается лучше, чем 50Б. В плане орудия здесь все по-честному. Орудие точно так же у нас ходит. И никаких проблем мы здесь не испытываем. Поворот башни 36 градусов. Ну и вообще, кстати, по орудию мне показалось оно... Возможно, оно мне, конечно, только показалось. Но показалось поточнее оно, чем на 50-120. Не знаю, да, пишут, что орудие одинаковое. Ну, вероятно, может быть, из-за того, что... Давайте посмотрим, а если так открыть... А, вот, смотрите. 0.35 и 3 время сведения. Разные танки 0.35 и 2.5 время сведения. Да, он стал сводиться побыстрее. То есть, на одно и то же орудие на этом танке работает лучше. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем по нашим полезным штучкам. Что мы можем здесь поставить? Конечно же, вентиляция. На все барабанные танки рекомендую ставить вентиляцию. Она как никогда и бафает. Стабилизатор электрикальной наводки нам нужен, потому что танк весьма динамичный. Мы часто двигаемся и нам это очень и очень не повредит. И у меня здесь стоит просветленная оптика. В принципе, я вообще на все танки стараюсь ставить оптику, потому что увидеть кого-то первым, это всегда очень и очень важно, поверьте мне. Ну, или же вы можете взять противоосхолочный подбой, как вариант. Все-таки, какой-никакой, а маленькая защитка у вас артиллерии есть. Хотя, насколько я понимаю, от пробития фугасом никакой защиты у вас здесь не будет. Здесь у меня взята маскировка. Не знаю, наверное, скорее всего, она уже не так эффективна, потому что это у меня еще экипаж там с лысых танков, там с МХ-50-100, где еще маскировка кое-как там рулила. Наверное, маскировку здесь стоит поменять на ремонт. Также, опять же, все плюшечки на улучшение стрельбы в движении. И боевое братство с глазиком, с лампочкой нам необходимо. Итак, дамы и господа, отправляемся с вами в бой на МХ-50Б. Итак, здесь у нас с вами Руинберг. Мы с вами отправляемся на зеленочку. Я здесь промотаю, ничего интересного здесь у нас нет. Здесь есть очень приятное место. Вот это вот, как вы знаете, такой как бы пригорочек, с которого отлично простреливается вот эта вот линия Е. Можно замечательно, вот мы сразу видим, что МХ-50Б с вертухана, прям заряжаем ему. И он от нас прячется. Забирает 61-го тайпа. Ну, в общем, неплохо мы отстрелялись. Здесь ждем, кого бы можно было бы разрядить еще один снарядик. Нет, нет. Е4 здесь у нас как-то не очень хорошо видно. И, собственно, с поднимством мы не попадаем. Снаряд уходит куда-то непонятно куда. Мы продолжаем здесь движение. Смотрим, ездим, смотрим, ездим. Заряжаемся уже почти, почти заряжаемся, заряжаемся. И... Слушаем попадание артиллерии. Оп. И да, целого сутриона остались какие-то уже сопельки. Вы понимаете, что я в засвете. И это может кончиться для меня неприятно. Как вы уже помните, бортовая броня у нас сколько? Правильно. 30 миллиметров. То есть даже какой-то вшивый батшат 155-55 с его пукалкой может залить нам свои полные... Уж не помню, сколько там, 1250. Вроде как бы урона. До хрена. Леопард не светится. Здесь остается у нас 1.54. И я вот здесь делаю паузу, дамы и господа. Но вот посмотрите. На базе у нас стоят два бездельника. 62 и 8 ИС. Здесь 54. Арта у нас там где-то на 0. Ну и конечно вы понимаете, что в случае, если меня вот этот Е50 и Леопард будут засвечивать из кустов, для меня это кончится очень и очень плохо. Меня расстреляют и пока-пока. Мы не можем потерять топовый танк 10 уровня таким образом. И поэтому мы с вами делаем то, что не надо стесняться делать ни в коем случае. Это отступаем. Правильно. 62 зашевелился. Есть шанс, что какой-то прок там от него будет. ИС-8 скорее всего бот. Или просто тавкает. Возможно, что-то у меня там вылетело. Ну и мы с вами с чистой совестью отправляемся в город. И здесь смотрите, что мы видим. 57 Heavy 30 хп. И у АМХ 50B 448 хп. Есть шанс одного барабана забрать двоих барабанщиков. Как бы это не прекрасно звучало. Я предпочитаю зайти в определенное место. И, к сожалению, забирают Heavy. А может быть и к счастью. Здесь у нас сливается ПЗ-4. Я понимаю, что он на заряде. Там еще я вижу вафлю. Ну и вперед. Вперед, друзья. Мы должны сделать это. Первый урон наносим в орудие. Рикошет. Представляете? Вот так вот. И вот этот рик забирает. Да, бывают и такие случаи. Видите, какой интересный аппарат. Рикошетит. Я вижу вафлю. Я понимаю, что в любом случае мне надо ехать ее и забирать. Заряжена она или нет. Вафля это очень опасно. Я ее забираю. У меня один снаряд остается. И на ходу выстрелю в Лорейна 40 тонн. И, надо сказать, неплохо выстрелю. Попадаю. И здесь уже у нас светится артиллерия. Мне вот даже, кстати, интересно. Сейчас я чуть-чуть назад отмотаю. Здесь будет выстрел от арты. Хочу посмотреть, в кого же она стреляла. Не увидел я, к сожалению. Тогда еще. Пока вроде как тихо. А, нет. Это значит, было таки не в меня. Это, наверное, было в Е75. Вот. Арту забирают. Остается вторая артаговая Е100. Что у нас где-то там подальше. Счет 8-8. Момент волнующий. Сами понимаете. Как бы. Еще есть учесть, что у нас ИС-8. Там где-то бот стоит. И. Не успеваю забрать Е100. Ничего страшного. Ничего страшного. И я вижу, что здесь у нас наши противники расположились аккуратно в городе. Все шесть человек светились там. Ну и становиться на захват казалось можно бы. Но с другой стороны. Что мы имеем? Вот. И видите. Мы имеем засвет, как минимум. Там же у нас есть ВТ, ОФПЗ-4. Борсик. Конечно же. Маскировку-то им занерфили с одной стороны. Но с другой стороны. Ого-го. Очень даже можно получить засвет и расстрел от всей команды. Которая может прятаться там где-то за бордюрчиком, за дорожкой. И этого очень и очень не хотелось бы. Какое решение мы принимаем правильно? Мы передвигаемся. Пользуемся динамикой нашего прекрасного АМХ-50Б. И двигаемся по карте. Переходим на среднюю линию. Контролировать ее пытаемся. Здесь у нас ничего не светится. Ну и мы не светимся. Тем не менее. И это в общем неплохо. Т-30 у нас забирают. Из кустов. Ждем. Е-50 несется. Несется вперед. Есть шанс по нему отстреляться. Первый мимо. Второй куда-то уходит в гусли. Я не рискую. Отхожу назад. И сразу же кидаю барабан на перезарядку. И отправляюсь помогать Е-75. Он по-прежнему. У меня и очень-очень неплохое количество ХП. Я потерял здесь только 446. Из-за того, что у меня был рикошет от АМХ-50Б. К сожалению, 75-й здесь доблестно воюет. Он очень хорошо стоит. И танчит. Очень много урона он затанчил. И наши бравые ребята выезжают. И прям опять. Что ж такое рикошет от Е-50. Но я понимаю, что здесь прям по курсу вряд ли там что меня сильно ожидает. И здесь у нас вафля встает на гуслю. И я оставшиеся два снаряда у нее разряжаю. И здесь у нас приезжает вафля. И она начинает свои страшные штуки. Своим ужасным орудием наказывать всех. Я подъезжаю, чтобы прикрыть ее. Потому что она ваншотная. На всякий случай еще один снаряд я могу спокойно получить. Ну и здесь у нас остается что борсик. С одним фрагом явно, в общем, какой-то, наверное, несут какой-то затощенский. И Е-75. Вот этот борсик. Его вроде как бы и видно мне. А вроде как бы она за горочкой. Я хочу подъехать поближе. Ну и вообще здесь у меня происходит алак. Меня ломает башню. Вроде как бы должен был я в него попасть. А оказывается, что и нет. Ну я вижу Е-75. Он здесь остается последним. Естественно, нужно ехать вперед и разбирать его здесь без вариантов. К тому же, желающих много. Могут разобрать без меня. А это ни в коем случае нельзя допустить. Вот, дамы и господа, вы видели. Вы видели этот АМС-50Б в новом исполнении. Для вас, наверное, для меня он, в общем, особо не изменился. Такой же неплохой, приятный танк. Достаточно быстрый, точный. Ну и не хуже, чем 50-120 абсолютно точный. Так что, дамы и кто-то напользуйтесь, катайтесь. С вами был Турья. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok